здравствуйте вашему вниманию предлагается лекция по дисциплине электроэнергетика лекция на тему это состояние основные проблемы процесса производства передачи и распределения электрической энергии энергетические ресурсы земли и их использование энергетика и экология состояние перспективы развития мировой энергетики казахстана рыночные отношения в лекции энергетика понятие об энергосистеме топливоэнергетическом комплексе тип электростанции классификация особенность технологического процесса получения энергии перспективы развития малой энергетики традиционные способы получения электроэнергии и перспективы их использования лекция со стороны старших преподаваниям кафедры энергетической системы баландина виталием сердеевич перечень вопросов подлежащих рассмотрению состояния основные проблемы процесса производства передачи и распределения электрической энергии энергетические ресурсы земли и их использования энергетика и экология Состояние и перспективы развития мировой энергетики и энергетики Казахстана. Наречные отношения в электроэнергетике. Понятие о энергосистеме и топливных действиях в комплексе. Типы электростанций. Классификация. Особенность технологического процесса получения электрической энергии. Перспективы развития малой энергетики. Непрадиационные способы получения электрической энергии и перспективы их использования. Электроэнергетика Казахстана. Казахстан обладает крупными запасами энергетических ресурсов. Это нефть, газ, уголь, уран. И является сырьевой страной, живущей за счет продажи природных запасов, энергоносителей. 80% экспорта это сырье, а доля промышленного экспорта сокращается ежегодно. До 2010 года и после 2013 года Казахстан не экспортер электрической энергии. А в период с 2010 по 2013 год является не импортером. То есть потреблял больше электрической энергии, чем производил. Север Казахстана экспортирует электрическую энергию, производимую на построенной еще в советское время Кабастузской ГРС-1 в России. А Юг покупает ее в Кыргизе и в Небекистане. Производство электрической энергии. Суммарно установленная мощность всех электростанций Казахстана составляет 20 тысяч мегаватт. А фактическая мощность 15 тысяч мегаватт. Казахстан вырабатывает 91,9 миллиарда киловатт-часов электрической энергии в год. Данные 2020 года. Против 1045 миллиардов киловатт-часов России и 4058 миллиардов киловатт-часов США. 5320 миллиардов киловатт-часов Китая. То есть электровооруженность Казахстана 4 мегаватт-часов на человека. В год против 6,7 в России, 14 в США и 3,5 в Кеннер. К сожалению, выработка большинства электростанций не достигает установленной мощности. Только в 2019 году Казахстан достиг уровня выработки электрической энергии 91-го года. То есть 8,7,4 миллиарда киловатт-часов в час. Выработка по типу электростанций распределяется следующим образом. Это у нас ТЭС. Тепловые электростанции 8,7,7%. В том числе это у нас КЭС кондиционационные электростанции 48,9%, ТЭС 36,6%, ГТС, газотурбинные электростанции 2,3%, ГЭС 12,3%. Около 72% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из угля. 12,3% это из гидроресурсов, 10,6% это газа, 4,9% из нефти. Таким образом, четырьмя основными видами электростанций вырабатываемы 99,8% энергии, а на альтернативные источники приходится менее 0,2%. Электрические станции разделяются на электростанции национального значения и электростанции промышленного назначения, электростанции оригинального назначения. К электрическим станциям национального значения относятся крупные тепловые электрические станции, обеспечивающие выработку и продажу электрической энергии потребителя. На оптовом рынке электрической энергии Республики Росстана ТО Кибастурская ГЭС-1, АО Станция Кибастурская ГЭС-2, АО Евроазиатская Энергетическая Корпорация, ТО ГЭС Корпорация Казахмыс, АО Жамбылская ГЭС. А также гидравлические электростанции, большей мощности используемые дополнительно для регулирования графика нагрузки. То есть это Бухтарминская ГЭС, АО Касцинк, ТО АЕС Усть-Каменогорская ГЭС, ИТО АЕС Шубинская ГЭС. К электростанциям промышленного значения относят ТЭЦ с комбинированным производством электрической и тепловой энергии, которые служат для электротеплоснабжения крупных промышленных предприятий и ближайших населенных пунктов. Таким относятся у нас ТЭЦ-3, ТО Карган-Нажилу, ТЭЦ-ПВС, ТЭЦ-2, АО Арсилор Митл Тимиртау, Рудинская ТЭЦ, АО ССГПО, Балхарская ТЭЦ, Жисказганская ТЭЦ, Корпорация Казахмыс, Павлодарская ТЭЦ-1, АО Алюминий Казахстан, Шумкенская ТЭЦ-1, 1-2, Южный Полиметалл и другие. Электростанции регионального значения ТЭЦ интегрированы с территориями, которые осуществляют реализацию электрической энергии через сети региональных электросетевых компаний, энергопередающих организаций, а также теплоснабжения в близлежащих городах. Установленные мощности. Суммарно установленная мощность электростанций Казахстана составляет 20 миллионов киловатт. В структуре мощностей 88% приходится на ТЭЦ, 12% приходится на ГЭС и менее 1% на прочие виды генерации. Всего в эксплуатации находятся 63 электростанции. Основу электроэнергетики Казахстана составляет крупный ГЭС. Это и Кибастузская ГЭС 4 миллиона киловатт, Аксузская 2,1 миллиона киловатт, Чамбулская ГЭС 1,2 миллиона киловатт, и Кибастузская ГЭС 2,1 миллион киловатт. На реке Иртыш сооружены Бухтарминская ГЭС 0,7 миллиона киловатт, Усть-Каменокорская ГЭС 0,3 миллиона киловатт и Шубинская ГЭС 0,7 миллионов киловатт. Также на реке построена и Копчегайская ГЭС, 0,4 миллиона киловатт. Число крупнейших ТЭС, осуществляющих теплоэлектроснабжение крупных промышленных предприятий и близлежащих населенных пунктов входят Адаповодарская ТЭЦ, Шимкенская ТЭЦ, Балхарская ТЭЦ и Руднинская ТЭЦ. Потребление электрической энергии. Основными потребителями электрической энергии является промышленность 68,7%. Следующий у нас домашние хозяйства 9,3%, сектор услуг 8%, транспорт 5,6%, сельское хозяйство 1,2%. Электрические сети. Эффективность использования электрической энергии из-за концентрации производителей в одном месте и нахождения потребителей в другом, а также от большой разницы в пиковых потребителях, во многом зависит от эффективности системы передачи электрической энергии, которая в Казахстане развита совершенно недостаточно и неравномерно. Большая часть ЛЭП построена еще в советское время и имеет износ. Возрастание амического сопротивления от коррозии, ухудшение электроизоляции и прочее. Общая протяженность электрической сети общего пользования в республике ТАСТАН составляет сети с напряжением 1150 кВт. Это 1,4 тысячи километров. В настоящее время эксплуатируется на напряжение 500 кВт. Сети с напряжением 500 кВт. Более 5,5 тысяч километров. Сети с напряжением 220 кВт. Более 20 тысяч километров. Сети с напряжением 110 кВт. Более 44 тысяч километров. Сети с напряжением 35 кВт. Более 62 тысяч километров. И сети с напряжением 6-10 кВт. Около 204 тысяч километров. То есть при передаче распределения энергии имеются большие потери, 21%. А для сельских линий типичным уровнем является 25-50% потерь. Линии передачи и распределения сети Казахстана разделены на три части. Две на севере и одна на юге. Каждая из которых соединена с какой-либо внешней энергетической системой, то есть единой энергетической системой России на севере и объединенной энергетической системой Средней Азии на юге. Соединяются эти системы между собой только одной линией. В настоящее время ведется строительство второго линии, соединяющей северную и южную энергосистемы, и рассматривается возможность строительства линий, соединяющей западную энергосистему северную. Наиболее выгодным для Казахстана является расширение, модернизация и коренное улучшение инфраструктуры государственной системы электрических сетей, которая обеспечит доступность дешевой и стабильной электрической энергии для всех потребителей и полное использование мощности угольных и гидроэлектростанций. Основными энергетическими компаниями Казахстана это является Мангистауский атомно-энергетический комбинат, это генерирующая компания «Октава», энергоснабжающая организация Мангистауская область, Самрук Энерго, государственный энергохонд, КИГОК, национальный оператор сетей, Алла-Алтау, жары, компания «Сыр», распределенная электросетевая компания «Алматы», «Алматы Энергосбыт», энергоснабжающая организация «Алматы», Алматинские электрические станции, генерирующие компанию «Алматы», Актобе ТЭС, генерирующая компания Актобе. Астана Энергосбыт, основная организация Астана. АТРА УЖАРЭК, распределительная электросетевая компания АТРА. Уран Энерго, сетевая компания. Угольная энергетика. 72% электроэнергии в Казахстане вырабатывают 37 тепловых станций, работающих на углях Кибастузского, Майкубинского, Тургайского и Карганинского бассейна. Крупнейшие из построенных в Казахстане ГРЭС-1 на Кибастуза – это 8 электроэнергоблоков с установочной мощностью 500 мегаватт каждый, работающих на бурых углях, местных угольных разрезах. Однако в настоящее время располагаемая мощность станции составляет 2250 мегаватт. Наибольшую выработку электрической энергии осуществляет Аксузская, это Ермаковская ГРЭС. В 2006 году эта станция выработала 16% всей энергии, произведенной в Казахстане. Таким образом, ресурсы имеющихся мощности используются только на 55%. Мешают полному использованию два основных фактора. Это низкий уровень добычи углей и неразвитость казахстанской инфраструктуры ЛЭП, когда электрическая энергия не может быть эффективно доставлена на всю территорию страны. Это привело к такой ситуации, когда значительная часть электрической энергии экспортируется в Россию по ЛЭП, построенным еще в советское время. Угольная энергетика, к сожалению, дает и основное загрязнение природной среды. Так как в экономистуре используется бурый уголь с высоким более 30% содержанием минеральных веществ, то шлейф выбросов угольных тепловых электростанций распространяется на весь северо-восток Казахстана, Сибирь и Монголию. Среди этих минеральных веществ много экологически вредных и ядовитых. Альтернативной технологией является подземная газификация угля, которая позволяет исключить подземные шахтные работы, значит, исключить травматизм и жертвы среди шахтеров. Поле полного выработать месторождения угля, существенно меньше затрачивать средств на разработку месторождения угля, сохранять нейтронным природным шахтам и местности разработки, сохранить природную среду от нагрязнения продуктами сгорания угля, получать ценные среды для химической промышленности. Комплексная технология газификации угля заключается в поджиге угольного пласта через скважины, извлечении горючего газа, образующегося при нагреве угольного пласта, выделении от него конденсированием ценных органических веществ и использованием газа для получения электрической энергии на тепловой и газовой станции. Гидроэнергия. В Казахстане имеются значительные гидроресурсы. Это теоретически мощные все гидроресурсы страны, составляя 170 миллиардов киловатт-часов в год. То есть только незначительная часть гидроресурсов используется в настоящее время. Основные реки это Иртыш или Исардая. То есть экономически эффективные гидроресурсы сосредоточены в основном на востоке. Это Горный Алтай и на юге страны. Крупнейший газ это Бухтарминская, Шульбинская, Усть-Каменогорская на реке Иртыш и Копчегайская на реке Илья, обеспечивающие 10% потребностей страны. В Казахстане планируется увеличение использования гидроресурсов в среднесрочном периоде. В стадии строительства находится Мойнакская газ 300 мегаватт, проектируемая Булакская газ 78 кмегаватт, Кирбулакская газ 50 мегаватт и ряд малых газ. К сожалению, постройка гидроресурсов сейчас связана с нарушением природной среды. Из-за оборота изымается много сельскохозяйственных и заповедных земель. Нарушается нерест рыбы и вся речная экология. Вырабатываются леса по строительству ЛЭП. В Казахстане также имеются значительные ресурсы попутного газа, добываемого вместе с нефтью. Его сжигание дает до 10% электроэнергии страны, составляя основную часть на западе Казахстана. Хотя электростанции на газе высокоэкологичны, но сжигание такого ценного для химической промышленности продукта совершенно нерациональное. И полностью соответствует фразе великого химика Менделеева, который сравнивал такое сжигание с использованием банковских ассигнаций в качестве топлива. Электроэнергия из мазутов и нефтяных отходов. К сожалению, Казахстан экспортирует большую часть своей нефти в сыром виде. Это несет в себе многократный ущерб. То есть фактически отнимается собственность будущих поколений, продаваемую за рубеж по цене как минимум на порядок ниже, которая будет в будущем. Из-за отсутствия переработки основной части нефти в Казахстане теряется выгода от продажи готовых дорогих продуктов крекинга, теряется возможность развития собственной нефтехимии на базе продуктов перегонки нефти, теряется возможность развития мазутной и нефтешламовой электроэнергетики, которая в Казахстане составляет менее 5% от вырабатываемой энергии. Тогда как, к примеру, в США этот сектор энергетики является основным. В результате США имеет очень дешевую электроэнергию и ее мировой максимум на душу населения. Альтернативным рачительным и экологическим решением может быть постройка нефтеперегонных заводов, производящих с помощью крекинга, разделения нефтяных фракций, более дорогих и готовых к употреблению продуктов и веществ для химической промышленности, и для энергетики производства дешевого и более экологического, чем бурлуголь, топливо, мазута. Атомная энергия. Единственная атомная электростанция в Казахстане находилась в городе Актау с реактором на быстрых нейтронах с мощностью 350 мегаватт. АЭС работала в период с 1973 по 1999 год. На настоящий момент атомная энергия в Казахстане не используется, несмотря на то, что запасы урана в стране оценены 469 тысяч тонн. Основные залежи находятся на западе, в Мангастау, на востоке Казахстана и между реками Чу и Сырдарья. Сейчас рассматривается вопрос о строительстве новой атомной электростанции мощностью 1900 мегаватт около озера Балхаш. По мнению экспертов-сейсмологов, данная местность находится в зоне повышенного сейсмического риска, что показало баканахское землетрясение 1979 года магнитудой 6 баллов. Сам проект является наследственно лоббиром, так как остался наследство от проекта военной АЭС, разработанного в советское время для полигона Сарышаган-Приозерск. Предназначен для импульсной работы, то есть кратковременных пусков, систему лазерной противоракетной обороны, то есть совершенно непригодной для гражданских нужд, но ныне лоббируемой атомашем Российской Федерации, так уже разработан и готов к продаже. Атомная энергетика является источником повышенного риска. Катастрофического типа, когда все текущие малые преимущества по ее использованию перекрываются ущербом от возможных реальных производящих катастрофов, таких как Чернобыльская катастрофа и Фукусинская катастрофа. Альтернативные источники энергии. Удельный вес альтернативных энергоресурсов в Казахстане сегодня составляет не более 0,2 суммальной мощности выработки электроэнергии. Ветровая энергетика. Ветровая энергетика в Казахстане не развита, несмотря на то, что для этого есть подходящие природные условия, например, в районе Джунгарских пород и Чилистского коридора, где средняя скорость ветра составляет от 5 до 9 метров в секунду. Вообще технологически доступные потенциальные запасности и мощности ветра в Казахстане намного в порядках превышает мощность вырабатывания ныне электрической энергии в стране. Развитие ветровой энергетики требует квалификационного подхода, который может осуществить лишь профессионально подготовленный инженерно-конструкторский корпус, кадры которого частично подготавливаются в Казахстанском немецком университете. Сложность в разработке эффективных ветровых электростанций определяется многими проблемами. Рассеянность энергии ветра и его спорадичность. Крайняя неравномерность выработки электрической энергии, делающая непригодным использование ветровых электростанций без систем демптирования мощи, то есть аккумулирующих станций. Спорадическое возникновение ураганов и наледей, разрушающих аэродинамические свойства ветровых электростанций. Низкая надежность механических систем, требующих содержания ремонтно-восстановительных бригад. Сегодня в Казахстане успешно развивается конструирование электродинамической конструкции ветровых электростанций многими фирмами и отдельными энтузиастами этого дела. Одним из положительных примеров может служить разработки директора Института горного дела Буктукова. Однако в области электротехнической части и систем демпфирования мощности все известные разработки являются крайне отсталыми, не соответствующими современному уровню электротехники. С экономической точки зрения ветроэлектростанции, предлагаемые сегодня на казахстанском рынке, на 100% иностранного производства, не выдерживают никакой конкуренции с другими видами электростанций, включая даже такие дорогие, как бензиновые агрегаты. Реальная стоимость электроэнергии ветра порядка 100 тенге киловатт-час, что более чем на порядке и выше других источников. Декларируемая производительная расчетная стоимость 20 кВт-час не соответствует истине, так как подразумевает нереальное время бесперебойной работы системы этого в течение 20-25 лет, которая недостижима по многим совершенно разным причинам, начиная от краткого срока жизни аккумуляторов и механики до возникновения раз в несколько лет уродных, возвращающих механику ветряка. Если использовать ветроэлектростанцию в режиме подключения к общей сети, когда исключается необходимость аккумулирующего хозяйства, то спорадичность напора ветра создает большие проблемы с диспетчером электросетей по обеспечению их устойчивости. Когда спорадические импульсные вбросы электрической энергии, ветроэлектростанции должны быть компенсированы эквивалентным снижением мощности базовых, угольных и гидроэлектростанций, что по час просто невозможно из-за большой инерции их агрегата и неизбежно приведет к аварийной ситуации. Принятый недавно закон об обеспечении врезки ветроэлектростанции в общую электросеть, как ни продуман с точки зрения государственных интересов стабильности электроснабжения и безаварийности электросетей, так и совершенно не учитывает интересов основных производителей электрической энергии, выдающих дешевую, стабильную и высококондиционную электроэнергию в общую сеть. Солнечная энергетика. Использование солнечной энергии в Казахстане также незначительно, при том, что годовая длительность солнечного света составляет 2200-3000 часов в год, а средняя мощность 130-180 ватт на метр в квадрат. Такое положение связано с тем, что стоимость электрической энергии в Казахстане и энергоносителей относительно низка, и поэтому солнечные метростанции трудно конкурировать с тепловыми и дизельными. В Казахстане не обстоятельного производства солнечных элементов и батарей. Эфирная энергетика и холодные ядерные реакции. Несмотря на серьезное сопротивление со стороны экономических кругов, атомщика и нефтепромышленника в Казахстане, так же, как и в других странах, ведутся разработки в области эфирной энергетики, то есть добычи энергии из космического эфира. Есть успешные примеры реализации холодных ядерных реакций с использованием кавитации и сходных физических явлений. Один из примеров является разработка алматинского конструктора «Рыжового». Российским примером эффективной добычи энергии из эфира является установка невысоких температур, проще на и годинах. Классическая разработка эфирного электрогенератора на базе униполярной машины Фарадея является разработка Брюса Депальна и других эфирных электрогенераторов. Сегодня усиленными последователями Николы Теслы уже открыт ящик Пандоры свободной энергии эфира. С помощью устройств на основе генератора Тесла, используя современную полупроводниковую технику, а не искровые разрядники-прерыватели, как и более века назад у Николы Теслы, можно запустить серийное производство через совершенно дешевые, эффективные, экологичные, абсолютно автономные источники электрической энергии, которые совершат революцию, эвитрификацию, сельского хозяйства, быта, промышленного производства и транспорта. Экологические значения ветровой и солнечной эфирной энергетики. Ветровая, солнечная и эфирная энергетики являются экологичными, так как совершенно не загрязняют природную среду. Кроме того, при правильной организации солнечной электростанции могут улучшить инсоляционный баланс поверхности в условиях аридной переинсоляции на юге и тем самым создать микроклимат для более эффективного сельскохозяйственного использования земли. Эфирная энергетика имеет неограниченные ресурсы, являются антиэнтропийные, принципиально улучшая микроклиматические параметры. В случае внедрения технологии сверхдальней передачи электроэнергии возможно увеличение коэффициента использования установленной мощности с нынешней 50 до 95%. Полная компенсация пиковых нагрузок с уточным перераспределением и реэкспортом мощности. В Сибири – европейскую часть России, а также сезонное широтное перераспределение мощности. В целом это позволит увеличить производство электроэнергии почти вдвое при тех же установленных мощностях, снизить стоимость электрической энергии в пиковое время, увеличить доходность производства электрической энергии в ночное время, а также снять ограничения на концентрацию энергоемких производств. Теперь мы рассмотрим более подробные виды электрических станций. То есть электростанции – это электрическая станция, представляющая собой совокупность установок, оборудования и аппаратуры, используемых для непосредственного для производства электрической энергии, а также необходимые для этого сооружения и здания, расположенные на определенной территории. Важную роль выполняют электрические также подстанции, предназначенные для преобразования и распределения электрической энергии. В Казахстане, как и во многих других странах, для производства и распределения энергии принят трехфазный переменный ток частотой 50 Гц. В США и ряде других стран принята частота 60 Гц. Применение трехфазного тока объясняется большей экономичностью сетей и установок трехфазного тока. По сравнению с установками однофазного тока, а также возможности широкого использования в качестве электропривода наибольно надежных, простых и дешевых асинхронных двигателей. Наряду с трехфазным током в некоторых отраслях промышленности применяют и постоянный ток, который получают выпрямление переменного тока, то есть электролиз химической промышленности и цветной металлургии, электрифицированный транспорт и другое. В настоящее время постоянный ток применяется также для передачи электрической энергии на большие расстояния при напряжении до 800 кВт, а в перспективе до 1500 кВт. Одним из параметров электростановок является номинальное напряжение. Номинальным напряжением генераторов, трансформаторов сетей приемников электроэнергии и электродвигателей ЛАП называется напряжение, при котором они предназначены для нормальной отборки. Правило устройства электростановок разделяет все электростановки на две категории. Это электростановки напряжением до 1 кВт и электроустановки выше 1 кВт. Это разделение вызвано различием в типах и конструкциях аппарата, а также различием в условиях безопасности, в требованиях предъявляемых при сооружениях эксплуатации электростантового красного напряжения. Номинальное напряжение для генераторов, синхронных компенсаторов, вторичных обмоток силы трансформаторов принято на 5-10% выше номинальных напряжений соответствующих тей. Номинальное напряжение для генераторов, синхронных компенсаторов большой мощности, включаемый по схему блок-генератор-трансформатор, определяется из ряда 13,8, 15,75 или 18,20 или 24 кВт. При проектировании сооружения и эксплуатации электростановок используют схему чертежи, на которых в условных обозначениях показаны элементы установки в той последовательности и взаимосвязи, которая существует на практике, или которая будет осуществлена при ее сооружении. То есть объединение электростанций на параллельную работу и создание энергосистемы имеет большое народохозяйственное значение и дает ряд технических и экономических преимуществ, таких как позволяет увеличивать темпы развития энергетики, осуществлять это развитие наиболее экономично для современных условий, то есть за счет преобладающего ввода крупных ТЭС и АЭС, бочными агрегатами большой мощности, повышает надежность электроснабжения потребителей, обеспечивает повышение экономичности производства и распределения электрической энергии в целом по энергосистеме за счет наиболее рационального распределения нагрузки между электростанциями при наилучшем использовании энергоресурсов, топлива, водной энергии и т.д. Улучшает качество электрической энергии, то есть обеспечивает поддержание напряжения и частоты в пределах нормированных ГОСТ, так как колебания нагрузки воспринимаются большим числом агрегатов. Позволяет снизить суммарный резерв мощности по энергосистеме, который должен составлять от 12 до 20% от общей мощности агрегатов энергосистемы. Здесь у нас представлены виды электростанций, то есть это у нас какие получаются? Гидроэлектростанции, теплоэлектростанции, атомные электростанции, ветряные электростанции, геотермальные электростанции и солнечные батареи. Первый вид – это тепловые конденсационные электрические станции, КЭС. На тепловых электростанциях химическая энергия сжигаемого топлива преобразуется в котле в энергию водяного пара, приводящего в вращение турбоагрегата, то есть паровую турбину, соединенную с генератором. Механическая энергия вращения преобразуется генератором в электрическую. Топливом для электростанций служат уголь, торф, горючие исландцы, а также газ и мороз. В отечественной энергетикам на долю КЭС приходится до 60% выработки электрической энергии. Основными особенностями КЭС является удаленность от потребителей электрической энергии, что определяет в основном выдачу мощности на высоких и сверхвысоких напряжениях, и блочный принцип построения электростанций. Мощность современных КЭС обычно такова, что каждая из них может обеспечить электроэнергией крупной районной страны. Отсюда еще название электростанции такого типа. Это ГАСНАС на районной электрической станции. Но у нас ближайшая станция расположена в поселке Топар, то есть ГРЭС-2. Построение КЭС по блочному принципу дает определенные технико-экономические преимущества, которые заключаются в следующем. То есть облегчается применение пары высоких и сверхвысоких параметров, вследствие более простой системы паропроводов, что особенно важно для освоения агрегатов большой мощности. Упрощается и становится более четкая технологическая схема электростанций, вследствие чего увеличивается надежность работы и облегчается эксплуатация. Уменьшается в водильных случаях, может вообще отсутствовать резервное тепломеханическое оборудование. Сокращается объем строительных и монтажных работ. Уменьшаются капитальные затраты на сооружение электростанций. Обеспечивается удобное расширение электрической станции, причем новые энергоблоки при необходимости могут отличаться от предыдущих по своим параметрам. Технологическая схема КЭС состоит из некоторых систем. Это топливоподача, топливоприготовление, основного пароводяного контура вместе с парогенератором и турбиной, циркуляционного водоснабжения, водоподготовки, золоулавливание, золоударение и, наконец, электрической части станции. В механизмы и установки, обеспечивающие нормальное функционирование всех этих элементов, входят в так называемую систему собственных нуждстанций – энергоблок. Наиболее энергетические потери на КЭС имеют место в пароводяном контуре, а имя – в диаминном конденсаторе, где отработавший пар, содержащий еще большое количество тепла затраченного при парообразовании, отдает его циркуляционной воде. Тепло с циркуляционной водой вносится в водоемы, то есть теряется. Эти потери в основном определяют КПД электростанций, составляющих даже самых современных КЭС не более 40-42%. Электроэнергия, обрабатываемая электростанцией, выдается на напряжение на 110-750 кВт, и лишь часть ее отбирается на собственные нужды через трансформатор собственных нужд, подключенный к выводам генератора. Генераторы и повышающие трансформаторы соединяют в энергоблоке и подключают распределительному устройству высокого напряжения, которое выполняется открыто. Современный КЭС оснащается в основном энергоблоками от 200 до 800 мегаватт. Применение крупных агрегатов позволяет обеспечить быстрое наращивание мощностей электростанций, приемливая и семистоимость электрической энергии, и стоимость установленного киловатта мощности станций. Наибольный КЭС в настоящее время именует мощность до 4 млн кВт. Сооружаются электростанции мощности от 4 до 6,4 млн кВт, с энергоблоками по 500 и 800 мегаватт. Предельная мощность КЭС определяется условием водоснабжения и влиянием выброса станций на окружающую среду. Современный КЭС весьма активно воздействует на окружающую среду, то есть на атмосферу, гидросферу и литосферу. Влияние на атмосферу сказывается в большом потреблении кислорода воздуха для горения топлива и в выбросе значительного количества продуктов сгорания. Это в первую очередь газообразные углисты углерода, серы, азота, ряд которых имеет высокую химическую активность. Летучая зола, прошедшая через золоуловители, загрязняет воду. Наименьшее загрязнение атмосферы для станции одинаковой мощностью отличается при сжигании газа и наибольшее при сжигании твердого топлива с низкой теплопроводной способностью и высокой изольности. Необходимо учесть также большие вносы тепла в атмосферу, а также электромагнитные поля, создаванные электрическими установками высокого и сверхвысокого напряжения. КЭС загрязняет гидросферу большими массами теплой воды, сбрасываемой из конденсаторов турбин, а также промышленными стоками, хотя они проходят тщательно очистки. Для литосферы влияние КЭС сказывается не только в том, что для работы станции извлекаются большие массы топлива, очуждаются и застраиваются земельные уголи, но и в том, что требуется много места для захоронения больших масс золы и шлака при сжигании твердого топлива. Влияние КЭС на окружающую воду чрезвычайно велико. Например, о масштабах теплового загрязнения воды и воздуха может следить потому, что около 60% тепла, которое получается в котле при сгорании всей массы топлива, теряется за пределами станции. Учитывая размеры производства электрической энергии на КЭС, объемы сжигаемого топлива, можно предположить, что они в состоянии влиять на климат больших районов страны. В то же время решается задача утилизации части тепловых выбросов путем отопления теплиц, создания подогрения трудовых рыбохозяйств, золу и шлаки, используя производство строительных материалов и т.д. Следующий вид у нас – гидроэлектростанции. Гидроэлектрические станции – это электростанции в качестве источника энергии, которого используют энергию водного потока. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Первичными двигателями на КЭС являются гидротурбины, которые приводят в обращение синхронные гидрогенераторы. Мощность, разрываемая гидроагрегатом, пропорциональна напору и расходу воды. Таким образом, мощность КЭС определяется расходом и напором воды. На КЭС, как правило, напор воды создается плотина. Водное пространство перед плотиной называется верхним бьефом, а ниже плотины – нижним бьефом. Разность уровней верхнего и нижнего бьефа определяет напор. Верхний бьеф образует водохранилище, в котором накапливается вода, используемое по мере необходимости для выбора электрической энергии. В состав гидроузла на равнинной реке входят плотина, здания электростанции, водосбросные, судопропускные шлюзы, любопропускные сооружения и другое. На горных реках сооружается ГЭС, который использует большие естественные уклоны реки. Однако при этом обычно приходят создавать систему деривационных сооружений. К ним относятся сооружения, направляющие воду в обход естественного русла реки. Это деривационные каналы, туннели и трубы. В электрической части ГЭС во многом подобны конденсационные электростанции. Как и ГЭС, гидроэлектростанции обычно удалены от центров потребления, так как место их строительства определяется в основном природными условиями. Поэтому электрическая энергия, вырубаемая ГЭС, выдается на высоких напряжениях, это 110-500 кВт. Отключительной особенностью ГЭС является небольшое потребление электроэнергии на собственные нужды, которые обычно в несколько раз меньше, чем на ТЭС. Это объясняется отсутствием на ГЭС крупных механизмах в системе собственных нужд. При сооружении ГЭС одновременно с аэрентитическими решаются важные нужнохозяйственные задачи. Это рожение земли, развитие судоходства, обеспечение водоснабжения крупных городов и промышленных предприятий. Технология производства электрической энергии на ГЭС довольно простая и легко подается автоматизацией. Вкус агрегата ГЭС занимает не более 50 секунд, поэтому резерв мощности в энергосистеме целесообразно обеспечить именно этими агрегатами. Коэффициент полезного действия ГЭС обычно составляет 85-90%. Благодаря меньшим эксплуатационным расходам, себестоимость электрической энергии на ГЭС, как правило, в несколько раз меньше, чем на тепловых электрических станциях. Особенную роль в современных энергосистемах выполняют гидрогекармулирующие станции. Эти электростанции имеют как минимум два бассейна, верхние и нижние, с определенными перепадами высот. Между ними в здании ГЭС устанавливаются так называемые обратимые гидроагрегаты. В часы минимума нагрузки энергосистемы переводят двигательный режим от турбины в насос. Потребляя мощность сети, такие гидроагрегаты перекачивают воды по трубопроводу из нижнего бассейна в верхний. В период максимальных нагрузок, когда в энергосистеме образуется дефицит генераторной мощности, ГЭС вырабатывает электроэнергию. Срабатывая воду, из верхнего бассейна турбина вращает генератор, который выдает мощность всей. Таким образом, применение ГЭС помогает выравнивать график нагрузки энергосистемы, что повышает экономичность работы тепловых атомных переводистанций. Воздействие ГЭС и ГЭС на окружающую среду связано с сооружением плотины и водохранилища. Это обстоятельство, кроме отчуждения больших площадей земли из их природного газа, сказывается на изменении ландшафта, уровня грунтовых вод, на переформирование берегов, увеличение испарения воды и так далее. При сооружении крупных водохранилищ ГЭС, кроме того, создаются условия для развития техтонической активности. То есть, вот у них у нас получается достоинства и недостатки пересчитаны. То есть, самая большая ГЭС, которая сейчас происходит, ремонт, которая была разрушена на Саяно-Шушинской ГЭС. То есть, это в России. Достоинство – это использование возобновимого вида ресурсов, самая дешевая энергия, экологическое чистое производство. Недостатки – крупные ГЭС очень дорогие, большие затраты времени на строительство. Пластинный ГЭС ухудшает условия обитания водяной кнопки. Следующий вид от нас – ТЭЦ. Тепловые электростанции, да? То есть, достоинства работают на разных видах топлива, то есть, уголь, нефть и газ. Невелики время строительства и стоимость. Большая мощь. Недостатки используют где возобновляемые ресурсы сильно загрязняют воздух. Этот вид электростанции предназначен для централизированного снабжения промышленных предприятий и городов и энергии теплом. Являясь как ЭКС тепловыми станциями, они отличаются от последних использованных тепла, отработавших в турбинах пара, для нужд промышленного производства, а также для отопления, кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения. При такой комбинированной выработке электрической энергии и тепла достигается значительная экономия топлива по сравнению с раздельным энергоснабжением, то есть выработка электрической энергии на ЭКС и получение тепла от местной темы. Поэтому ТЭЦ получили широкое распространение в районах, городах с большим потреблением тепла и электрической энергии. В целом на ТЭЦ производится около 25% всей энергии, вырабатывая на нашей стране. Специфика электрической части ТЭЦ определяется расположением электростанции вблизи центров электрических нагрузок. В этих условиях часть мощности может выдаваться местную сеть непосредственно на генераторное напряжение. С этой целью на электростанции создается обычный генератор на распределительное устройство. Избыток мощности выдается, как в случае КЭС, в энергосистему на повышенное напряжение. Существенной особенностью ТЭЦ является также повышенная мощность теплового оборудования по сравнению с электрической мощностью электростанций. Это отстоятельство предопределяет больший относительный расход электрической энергии на собственные нужды, чем на КЭС. Размещение ТЭЦ преимущественно в крупных промышленных центрах по повышенной мощности теплового оборудования в сравнении с электрическими повышающими требованиями к охране и кружающей среды. Так, для уменьшения выбросов ТЭЦ элисообразных, где это возможно, использовать в первую очередь газообразное или жидкое топливо, а также высококачественное выбор. Размещение основного оборудования станции данного типа, особенно для блочных ТЭЦ, соответствует таковому для КЭС. Особенности имеют лишь те станции, у которых предусматривается больше выдача электрической энергии с генератором распределительного устройства местному потребителю. В этом случае для ГРУ предусматривается специальное здание. Следующий вид у нас атомные электростанции предназначены для выработки электрической энергии путем использования энергии, выделяемой при контролируемой ядерной реакции. Здесь представлен принцип работы. То есть, соответственно, у нас реактор, самое главное, где у нас содержится стержень управления. И, соответственно, тут у нас генератор, турбина, конденсатор, который охлаждает реактор. Атомные электростанции. Достоинства это требуется мало сырья, урана, плутония, повсеменностные строители, кроме сейсмических районов. И недостатки этого иологически опасны. Требуется переработка и хранение радиоактивных отходов. Перспективные АЭС является с реакторами на быстрых нейтронах, которые могут использовать для получения тепла и электрической энергии, а также для воспроизводства ядерного горячей АЭС не имеет выброса дыновых газов и не имеет отходов в виде золы и шлаков. Однако удельные теплоуделения в охлаждающую воду у АЭС больше, чем у АЭС вследствие большего удельного расхода пара и, следовательно, больших удельных расходов охлаждающей воды. Поэтому на большинстве новых АЭС предусматривается установка гардерий, в которых теплота от охлаждающей воды отводится в тус-перу. Важной особенностью это делается в специальных могильниках, которые исключают возможность воздействия радиации на людей. Чтобы избежать влияния возможных радиоактивных выбросов АЭС на людей, при авариях применены специальные меры по повышению надежности, оборудование, дублирование систем безопасности и другое, а вокруг станции создается санитарно-защитная зона. Следующий вид это ветра и электростанции. Это несколько ветрогенераторов, собранных в одном или нескольких местах. Крупные ветряные электростанции могут состоять из ста и более ветрогенераторов. Энергия ветра очень велика, эту энергию можно получать, не загрязняя окружающийся дон. Но у ветра есть два существенных недостатка. Энергия сильно рассеяна в пространстве, и ветер непредсказуем часто меняет свое направление, вдруг затихает, и даже в самых ветряных районах земного шара иногда достигает такие силы, что ломает ветряки. Для получения энергии ветра применяют самые разные конструкции. Много лопастной ромашки и винтов, вроде самолетных пропеллеров с тремя-двумя и даже одной лопастью до вертикальных роторов. И вертикальные конструкции хороши тем, что улавлят ветер любого направления, а остальным приходится разворачиваться по ветру. Солнечные интерстанции — это инженерные сооружения, служащие при развивании солнечной радиации в электрическом моменте. Интенсивность солнечного излучения в проложении солнечного сияния южных районов страны дает возможность с помощью солнечной батареи получить достаточно высокую температуру рабочего тела для его использования тепловых сног. Геотермальные электростанции вырабатывают электрическую энергию с тепловой энергией подземных источников. Подземные воды, температура которых превышает 20 градусов по Цельсию, называют термальным странам, где термальные воды подходят близко по версии Земли, сайл-жа геотермальный тест. Геотест устроен относительно просто. Здесь нет котельной оборудования для подачи топлива золоволовителей и многие другие приспособления необходимы для тепловых электростанций. Поскольку топливо у таких электростанций бесплатное, то есть себестоимость, вырабатываем энергии низко. На этом наша лекция окончена. Спасибо за внимание.